И всем привет дорогие подписчики канала Амбрала Тэйч Инкорпорейтед, Вескер с вами на связи, в необычном формате, вроде спросите в чем необычность, а я вам сейчас покажу одну вещь и вы сразу поймете что случилось. Те, кто давно смотрят Эйр, наверное понимают, что за фигня, объясняю, и 50% подумали правильно, 50% подумали неправильно, напишите сначала в комментарии, что случилось, а потом продолжите смотреть. Все, успели писать? Отлично, в крайнем случае поставили на паузу, надеюсь. В общем, случилось одно из двух, вы сейчас наверное подумали, либо с игрой проблема, либо проблема с программой трансляции. Те, кто выбрали проблему программы с трансляцией, оказались правы, молодцы, сыгра все прекрасная, на нее сейчас склевать ничего не надо. Случилась такая фигня, что я вчера после стримов записываю Айр, 57 минут, 57 минут записываю. И я завершаю прекрасную запись, мы наши старика, который там уже у себя все переводил. А случилась такая фигня. Система перестала вдруг функционировать у программы трансляции, то есть она перестала вести просто поработку. Сам файл видео вроде как сохранился, но он не получил, как я понимаю, дополнительные данные, чтобы окончательно обратиться именно в mp4 файл формата. Из-за этого я долго думал и сейчас с утра, пока еще у меня есть время, записываю вот это видео специально для вас. И я нашел хитрость. У Айра есть свои файлы сохранения, ну как в любой нормальной игре, вы сами знаете. Я их скопировал, заархивировал дополнительным бонусом. То есть то, что мы с вами прошли, хотя вы этого, ну то, что вчера прошли, но вы этого не увидите. Оно сохранилось. И мы сейчас с вами пройдем весь тот самый путь, который я прошел вчера. Вот прямо с самого начала, плюс еще кое-что новенькое. Вот эту стеллу я вообще не помню, я сейчас слетел и только ее сейчас заметил. С нее и начнем, как говорится. Бонусный материал. Как говорится, не было бы до несчастья, до несчастья помогло. И я это уже второй раз говорю. Потому что вчера эта фигня опять же случилась. Но я потом перезапустил, и вроде все должно было работать. Но это случилось дважды. Надеюсь, на третий раз проблем не будет. Если вы это видите, значит все прекрасно прошло. И, ну, соответственно, все вы увидите. Вкратце, как обстоят дела. Мы сегодня слетаем сюда. Мы зайдем в храмушек. Мы слетаем на север. Поговорим с местной лисой. И вернемся к маяку, к старичку. Заду, наверное, сразу с ним и поговорим. Ну, нет, сразу с ним и говорить не буду. Потому что я с Ханей... Последний файл с Ханей там уже остался. Именно перед тем, как мы с ним говорили. Так что... Все сделаем по фэншую. То есть все по порядку. Плюс, может, что по пути завозьмем, как вариант. Так, давайте начнем с этого. Начнем с этого. Дом для многих тысяч. Этот храм мы построили в виде маяка. Дома для птиц этих земель. Так, мы вернем наш долг птицам с давних времен. Они всегда были нашими друзьями. Они исследовали разные земли и селились там, где почва была плодородней. Когда мы были кочевыми племенами, мы страсывали вслед за птицами. Мы доверяли их знакам. Они научили нас кочевать. Благодаря им мы стали такими, какими мы есть. Все цело, мудро. Это, я так полагаю, есть домик, да? А тут можно как-то их покормить? Может, какая-то отсылочка будет? Ладно. Вон там внизу ничего нету. Можно только к Стелле подлететь. Давайте сразу к ней подлетим. Сквозь пещерку. Хотел попробовать это сделать. Не получилось. Ну, пролетел. Пролетел частично. Вот здесь Стелла. Я ее тоже случайно нашел. Забавно. Я столько каждый раз... Причем, каждый раз, когда какая-то фигня случается, я что-то всегда нахожу новое. Так, 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 так. Оук, давай-ка адекватно. Я понимаю... Хочется или не хочется? Это карта мира. Ну, до раскола великого. Гордус сказал, что горы до севера раскалываются на куски. Не верить им слухам, Дали. Ага, не верить им слухам. А потом, не иди подписи давать и так далее. Ага, слышали мы это все от стариков. Я вот, знаете, скажу сразу, размер вот этой горы, ну, очень непропорционален тому, что вы сейчас увидите. Реально непропорционален. Так. Оук, да что-то летишь, как сумасшедшая-то. Вот. Молодец. Фонарик сразу достань. Так. Все... Плохо. Она зависла опять. Я сейчас попробую, посмотрю, правее, работа тоннеля или нет. А, да. Тут, кстати, 20 раз почитаем. Убирайтесь от святая земля, а не источник силы, которую нужно захватить. Да. Вы даже не заметили эту монтажку. Да. А вы реально ее не заметили. Угадайте, сколько времени прошло? Не? А я вам сейчас одну вещь скажу. Я, наверное, это не буду включать. А может, включу? А может, не включу? Видите? Она открыта. Она открыта. Ну, а если вы хотя бы не возьмете хоть одну гребанную печать, хоть у Лани, хоть у Кита, хоть у Северного Орла, не знаю, там, может, он есть реально, тут сапка какая-то есть, мне не знаю. Вам этот храм не откроется. Я слетал к Лимфе, она ближе всех. Ее вообще проходить там, на самом деле, легко. Вот это вот, помните, платформы были, когда мы ее открывали. И там реально оказалось намного легче. Сразу быстро все забрал. Быстро долетел, быстро забрал, быстро прилетел обратно сюда. Что, кстати, хорошо. Что и хорошо. И я очень... Когда я вот сюда подходил, вот, когда все слетело, вы, наверное, поняли. И я начал еще запись. Кстати, нормально все проходит, все нормально, без проблем. Я обнаружил такую вещь, что храм закрыт. Нужна печать, которую дают эти духи-хранители. Вот мы в первую получили у Кита, поэтому нам все открывалось сразу. А можно получить ее у Лани, которую мы встретили позже. И вот как раз-таки с помощью ее печати мы сейчас все это дело и откроем, ребятушки. И откроем. Я буду засекать время, поскольку все-таки мне... Ну, где-то через час с небольшим работу надо. Я это утром записываю. Редко являдим. Но давайте зайдем, посмотрим. Открывай храм. Надеюсь, что я не потеряю с этого ничего. Обидно, конечно, что вчера вот так программка обошлась, со мной сделала эту фигню. Но, благо, хотя бы... Если есть возможность, я беру возможность. Давай, открывай. Который раз уже вижу. Но, кстати, все равно поражает. Я, конечно, уже помню здесь все. Коль вчера же проходил это место. Поэтому я, скорее, буду вашим местным гидом. Пожалуйста, отпустите лифт. Это гигантский лифт. Но, с другой стороны... Это, наверное, даже хорошо. Возможно, эпизод выйдет куда короче, чем я думаю. Это когда вот ты ничего не знаешь. Ты везде все рыскаешь. Когда ты знаешь, где что находится, проблем уже не будет. Так что, почему бы и нет. Почему бы и нет. Потом к колесе слетаем. Там быстро с ней поговорим. И потом к маяку. А потом я поставлю старое сохранение. И продолжу, как было. Ну, а что поделаешь-то? Вот, ну, устроила мне программу такую фигню. Но есть возможность сделать так. Я пользуюсь возможностью, чтобы у вас был полный набор контента. И ничего не нужно было вырезать и так далее. Так. Туда нам чуть позже. Так. Что за треск? Так. А, нет. Все вроде нормально. Так, хорошо. О, вроде записывается. Лифт уже не поднимется. Спасибо. А что так шумит все равно? Ладно. Какие-то помехи. Нет, большие. Что так? Ничего же не рябило раньше. Что-то вдруг... А, может быть, из-за этого? Наверное, не из-за этого. Не из-за этого. Какой-то треск. Я не знаю, что за треск. Чем связан? Ладно. Не тратим время. Не тратим время. Так. Как идет строительство западного монумента? Ну, они тут возводят все для короку. Твоего местного башка. Если будет треск, ребят. Потерпите. Я не знаю, что происходит, конечно, в последнее время. Но что поделаешь. Но, как говорится, лучше хоть какой-то контент, чем вообще никакого, я считаю. Так. Ну, здесь можно спокойно прыгать вниз. Что, в принципе, и можно сделать. Нам все равно и так, и так спускаться. Так что... Давай, падай. Вот, молодец. Активируй. И тут еще сбоку еще одна кнопка. Там тоже ее откроем. Что за треск, я не могу понять. В наушниках треск, что, ребят? И наушники сами по себе нормальные. С ними проблем нет. Так. Что не сделаешь шар от того, чтобы вас порадовать хорошим контентом, да? Эх. Ну, как говор... Ну, что поделаешь. Как говорится, чем богат, тем и рады. Ну, ты слегка перегреваешься что-то. Может, термопаста уже высохла? Но такого быть не должно. Извините, мысли вслух, ребят. Мысли вслух. Так, первый замочек есть. Сейчас идемте наверх. Проходим там путь. Читаем содержимое. Тут, кстати, много чего интересного. Тут головоломки тоже. О, подъемник снова не работает. Кто выключил... Выключил главный рубильник? Не я. Ни ко мне претензия. Нам повезло, что мы нашли много залежей аэро. Больше, чем мы ожидали. Все равно не буду. Если у вас есть скрип, ребят, вы страдаете точно так же, как и я. Поверьте. Но если не слышите, значит, наслажайте своими страданиями. Так, ладно, идемте. Это, получается, все-таки в каком-то формате... Ну, не спидран, но... По сути, это как бы по ощущению он. Что я терпеть не могу. Вы знаете, я ненавижу спидраны. Так, нам сюда. Это последний. Да, остальные сны заперты в хранилище. Кстати, поясню. Мы здесь сейчас увидим великую щелочку. Я бы назвал ее Пусси, но... Она слишком... Она бесконечно длинная. За ней... Идет же... Данные информации. Так, давай-давай. Не тормози, Оук. Так. Вперед. Вот, прошли. Хорошо. Тут, в принципе, у нас есть только вот этот монумент. Все остальное... Ничего интересного нету. Склонитесь перед единственным богом, Короку. Вечным правителем. Он царь царей. И скоро станет владыкой всего мира. Но ведь он же первый царь. Как он может быть царем царей? Если он первый, и может быть последний. Кстати, я только сейчас задался этим вопросом, если что. Это реально странновато звучит. Ну, что поделаешь с этих башков? Убрать старые свитки перед началом раскопок. Но это уже... Коррокция. Тут же залежи. Так. А, все-таки, значит, надо было по трубе. Я... В прошлый раз, когда попадал в это помещение... Тоже сразу полез на трубу. Ну, чисто интуитивно. Но он решил сейчас походить понизу. И понял, что все-таки не зря, наверное, это сделал. Такой способ обхода. А в другом никак. Так. Открывай. Слушай, я вот сейчас начинаю думать. Ведь этот Корроку, по сути, запер великую щелочку. А нахрена? Она записывала весь негатив. А значит, уберегала самого этого Корроку от этой информации. Ну, в смысле, его последователя от этой информации. А что надо было ему так покосничать с ума у себя? Бред, конечно, какой-то. Ну, вот он, кстати. Брадатый мужик. Люди снова могут спать спокойно. Надеюсь, что это суматоха с королем ерунда. И старики зря волнуются. Раньше старики были адекватные. А сейчас боятся всего подряд-то. То есть, если раньше говорили, защищай свои права. А теперь пусть защищать свои права. Ибо тебя могут убить. Ну, не убей тебя, а жизнь сделать хуже. Ну, извини, ты должен защищать свои права, иначе что поделаешь. Так, сразу активирую. Кстати, вот эти вот статуи меня очень пугают. Она будет, скорее всего, на разосадке, я так полагаю. Либо она, либо Великая Щелка. А может, и той-другой возьму, кстати, как вариант. Вполне возможно. Так. Сразу движемся. Ой-ой. Ай, зараза. Ладно, недалеко падаю. Вот еще одна статуя тут валяется. Эти статуи, мне кажется, они все-таки рабочие, механические. Я чую, что нам, скорее всего, придется от них как-нибудь в будущем убегать. Здесь такого не будет, не переживайте. Тут чисто головоломка экшен. Тут экшен головоломки, не больше на этом под уровень, по крайней мере. Но, если так смотреть, каждый из хранителей нам сказал, что тебе хрена в конце будет. Ну, я спойлерю еще даже вот эту вот Великую Щелочку. А как мне ее еще назвать? Она Великая Щелочка. Ау. В прошлый раз точно так же я упал. Ничего жизни учит меня. Ну, ладно, учит, конечно. Жизнь нас всему учит, ребят. Ау. Слушайте, выходит, прямо, я не специально, но выходит буквально пошаговая перезагрузка всего того, что было буквально в прошлой ночи. Так, давай, вот тут тоже у нас. Люди короля уже близко. Нужно торопиться. Надеюсь, свитки в безопасности. А тут тоже ворота, они их тоже запирали. И сейф Великой Щелочки считать открыт. Это хорошо. Сейчас опять сбоит, я смотрю. Мы сейчас давайте-ка откроем. Подойдем к сейфу. А, тут еще, кстати, запись. Надеюсь, что она запишется. Когда творец создал людей, пришел Хранитель Снов. Ну, и стал на часах вот эта самая щелочка. Он видел связь между Великой Спящей и Вечностью. Иногда в мире рождались ужасы и кошмары. И если сознание человека их улавливало, они становились страшной реальностью. Поэтому Хранитель пел песни Времени и Мира, вылавливая этими историями все ужасы мира. Он запечатлял их бесконечный свиток и спрятал его на веки вечные. Эти ужасы истории были надежно запечатаны и забыты в залах снов. Первый хоррор, что сказать. Публиковать-то тоже всем надо. Так. Кстати, я сейчас только заметил, что... Там у дверки... А что будет, если я ее открою? А, это лифт. То есть это и так и так работает. Я не проверял в прошлый раз. Так, все. Мы у великих врат. Вот такой вот примерно склеечный эпизод у нас слабее выйдет, видимо. Но по-другому сделать я не могу на данный момент. Уж чем богат, тем рад, ребят. Уж простите. Извиняюсь. Хотя, где за что все-таки... Какие возможности мои на данный момент ограничены. Но... Можем. Проходим. Давайте сейчас поговорим с великой щелочкой. Пока... Все еще можем. Спасибо. Реально запереть ее таким образом. Это, если что, ужасы и кошмары. А это... Великая щелочка. Вот она, видите? Это буквально великая щелочка. Значит, время настало. Пора пробудиться от грез хранителю снов и уйти со своего поста. Разве я могу защитить от ночных ужасов и кошмаров, если люди перестали верить в меня? Едва ли вы сумеете победить тень, которая таится в мире, девочка. Потому что это тень в ваших сердцах. Это тень, пустота, которую не заполнит ли силой, не заполнит ли силой, ни накоплениями. Пусть разум, пустой разум притягивает бездну. Когда она воплотится, то поглотит все. Творцу пришлось пожертвовать собой, чтобы запереть голодную бездну. Во время этого великого разрыва земля и небо содрогнулись, а программа начала снова глючить. Помимо ней, мои слова, девочка. Пока мы говорим, бездна вырвалась на волю. У тебя есть только один шанс победить ее. Жрица Карр спрятала три части великой силы по одной в каждом храме. Тебе нужно соединить три части снова, но с редких часов крутится неумолимо, и мне пора уходить. Возьми мою часть, она привязала меня к этому миру. Освободи меня, наконец. И великая щелочка пошла делать, что делает любая щелочка. Валяться. Выбросила длинный свита, который писала мне одну тысячу лет. А могла просто сделать резервную копию, положить куда-нибудь, вот хотя бы мгле отдать. Да, могла? Ну, или как там ее. И все было бы нормально, но нет, надо идти спать, надо идти жрать и так далее. Отправляемся наверх. Пройдет сейчас сохранение. И я еще раз перезайду в программу. Вот приходится, мне кажется, теперь две минуты делать так. А вдруг, мне как? Я не знаю, что с ней происходит с программой видеозаписи, с программой трансляции. Просто лютый трэш какой-то. Реально лютый кошмар. Причем даже выскакивала, кстати, ошибка сегодня, сообщить разработчикам. Походу, реально, может быть, скорее всего, делать в самой программе, а не в ноуте. Ну, маловероятно, что это в ноуте, ребят. Я переключаюсь буквально со всех жестких дисков. И когда перечислился на другой, там, конечно, началось запись, фиксируется все, и нормально, адекватно реагировать. Но, скорее всего, дело в чем-то другом. Сохранение прошло. Так, да, все захраняется. В общем, будут, скорее всего, такие вот перерывы, ребятушки. Потому что... Я не знаю, что с программой-то происходит. И, скорее всего... И главное, чтобы до стребах вот такой фигни бы не было. Нет, она будет, наверное, скорее всего, я так полагаю. Но, надеюсь, что не в таком большом объеме. Так, давайте сейчас полетим к лисе. С ней тоже поговорим. Потому что она была в той записи, которая... 13,5 гигабайт, которые были... О! Вот этого я не припомню. Так, дай-ка я залез... Вот этого здесь. Вот эти... Я эту саду даже не припомню. Это защитник, у которого мой отец и отец моего отца просили о помощи еще до рождения бога-короля. А-а-а... То есть, раньше... До бога-короля территория этой земли управлялась... Вот эта лисица, да? Точнее, лис. Мы сейчас, кстати, к нему идем. Он вот здесь обитает. О, теперь над храмом всегда поднимается струйка дыма. Да, курить плохо. Я согласен. Лисенок сказал вот этот мелкий. Полностью разделяю этот взгляд. Курение зло. Не кури. Теперь нам вот сюда. Здесь мы тоже были. Где? Там сражаются твои друзья, трус. Нужно спрятаться в пещере. Правильный подход. Реально нужно спрятаться. Не хрен отдавать свою жизнь за... Ни за что. Да, ребят, не отдавайте за свою жизнь. Ни за чьи-то... Дачи ни за что. Будьте самим собой. За это прям вот... Респект. Так. На эту горку еще тоже туда и что-то там не было. А, нет, я здесь был. Тут резервная точка сохранения. Вот она, вот это вот. Эти вот маячки. Это точки сохранения. Облетим сейчас вот это все дело. Так, и теперь давайте в гости к лисе наведаемся. Ну, еще кое-что почитаем. Так. Меня зовут Ура. Я страж земли богов. Я пишу эти записи для того, чтобы мои детишки, дети моих детей помнили все. Во времена Великого Разрыва, когда наш мир расслабился, сказал, что я был еще ребенком. И помню тот день. Я сидел на белых ступенях южного города Урзы. Я хотел путешествовать на запад, но с тех пор, как бог-король объявил войну нашему городу, везде стало опасно. Нам пришло отсиживаться за стенами города. К року бог-король, как он сам себя называет, создал страшное оружие, летающие механизмы, изрыгающие огонь. Но мы думали, что это выдумки или что до нас не доберутся. Однако зазвенели колокола, и с небес на нас обрушился огненный дождь, разрывая нас на куски. Мы кричали и молились нашим богам, но они не отвечали нам. Задрожала земля, разверзлась пропасть, расколов белые стены Урзы. Люди попадали в ее черные глубины. Я видел, как погибли те, кого я любил. Ступень подо мной разрушилась, и я тоже упал. Но мой звер-дух, как у Оук нашей, заговорил со мной. Я все запомнил и распавил крылья. Сам не знаю как, но я взмыл небо над разоренной землей и грозовыми тучами. Я рухнул на окраинный остров земли богов, едва живой. Опустился на траву и потерял сознание. Когда я очнулся, рядом была жрица. Она лечила мои раны. Это как раз таки вот эта самая мадмуазель, у которой мы взяли фонарь. Она сказала, что Урзы больше нет, и что мир разорвался. Творец пожертвовал собой, чтобы запечатать бездну от наших сердец. От этого мир разрушился. Многие погибли, но погиб бог-король со своим городом Онном. В нашем разбитом мире воцарил мир. Я заплакал и я, и теперь плачу. Много лет спустя вспоминать те дни и страшную цену, которую мы заплатили за мир. Ну да, цена страшная. Но стоила ли она того? Птички влетели. А что, для сосредо у нас у каждого выхода из пещеры встречало. Теперь мы ее встретим. Почему бы нет-то? Так что, ребят, если вдруг вы планируете быть стримером или проходить игры на Ютубе, как мой геймплей записывать, и у вас такая фигня случилась с вашей видеотрансляцией, то помните про этот прекрасный лайфхак. Ага, вот они. Ну, я, честно, показать. Они же показывают нам, где лиса живет. Кстати, а ей не страшно здесь духами сидеть-то? Тут еще статуя жрица, по-моему, ездит-то. Да, вот она. Забавно. Короку хотел власти и бессмертия, но при этом жрица, которую мы взяли в фонаре, стала реальной властительницей мира. Ну, по факту так. Видите, у нее столько статуй везде, повсюду. Ну, вот еще статуи лисы. В общем, жрица и лиса, они главные заправлялы этого мира. Вот она, лисица. Привет. Привет. Привет, тебя, странница. Как мило, что ты решила навестить старого лиса в норе. Ну, тут пусто. Нет, я не в норе, а в мире. Мало животных, мало духов. Лифла до сих пор живет в своей пещере. Да, старый медведь дух теряет... Тя... Э... 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 Меняет пещеры на севере. А еще есть рыба и цапля. Рыба-дух плавает в реках и прудах вокруг сумеречного озера. Ее последний дар всегда струящаяся вода. Если бы не это чудо, нам давно бы пришел конец. А цапля-дух помогла последним жрицам и жрицам на севере после великого разрыва. За ней охотились люди Короку. Думали, что это лебедь. Глупцы, они ушли. Такая же участь ждет нас. Все, что нам остается, это только задавать вопросы. Почему случился великий разрыв? Почему выбрали тебя? И еще ответы страдиться. Спасибо за компанию. Давно я так не веселился. Но тебе пора завершить свою миссию. Иначе другого раза так и не будет. Это да. Пойдемте. Заодно посмотрим на эту улицу еще раз, но в другом амплуа. Так, где тут выход? Ага, сюда. Вот такие короткими путями, перебежками. Реально, это самое очень быстрое прохождение. Я из предыдущего вышел там где-то 57 минут. Забавно. Сейчас хотела уже игра вылететь. У меня еще целых есть 5 минут до того, как мне нужно отключиться. Мы успеем и историю лиза почитать, так что давайте не вылетайте. Ну, наверное, чуть больше. Больше, 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 больше. Блин, ни слова. Ах, да уж. Ну ладно. Так, управление есть прекрасно. Давайте туда сейчас слетаем. И... К лисе заглянем. Так, ты куда? А, это не то направление. Нам нужно на юг. Воющие пики. Да, мы к ним прилетели. А нам строго на юг. Не совсем строго, наверное, но... Чуть построже. Давай-давай. Какой-то алтарек. Это любопытно даже. Меня зовут Арам, и я был там в день Великого Разрыва. Моя младшая дочь заболела, и я просил животных духов о помощи. Когда я молился о Храбе и Локии, небо разорвалось с обительной вспышкой, а земля со стоном задрожал под ногами. В ужасе я взмыл воздух, и глазами орла увидел, как земля разорвалась, на куске оботелась пыль. И только одно место уцелело. Я подлетел и опустился туда пораженный страхом. Это был маяк. Здесь мы, по-моему, не были. Маяк окружал золотистая Марио, которая согрела и утешила меня. Я увидел жрецу Кару. Она прошла мимо меня, рыдая. Она держала перед собой лампаду. Такие часто встречались в Урзии. Но лампада не светилась. Сияние исходило от Кары, постепенно угасая. Она подошла к маяку, и только теперь я заметил, что вокруг башни собрались животные духи. Они стояли и смотрели. Когда Карра приблизилась, они склонили голову, после чего разошлись, словно услышали беззвучную команду. Карра повернулась ко мне и сказала, «А тебя зовут Арам?» «Я тебя знаю, нам нужно поговорить». Я пришел в себя и спросил Карра, что произошло с нашим миром. Она помолчала, потом ответила, «Самая большая опасность миновала». Но вместе с ней ушел великий свет. Всем, кто остался, нужно собраться вместе и понять, как жить дальше, как вернуть мир на наши земли. С тех пор я перелетел с острова на остров и рассказывал потерявшимся людям о нашем новом доме. Доме, где мы со временем исцелимся, и где моя малышка снова станет здоровой. Типичная секта, конечно, но там даже точка сохранения есть. Так, но нам уже немножко не сюда, нам нужно все-таки на юг. Даже чуть больше, чем на юг. Вот сюда примерно. Вот там гигантское дерево, значит, там вот сюда. Так, все правильно. Вот. Здесь где-то должны быть, во-первых, место с лисой. О! А это я пропустил как-то. Ну-ка, Оук, Оук, адекватно будь. Вот. Вот это да. Я не знал, что у нее... Ну, хотя у нее должна была быть санта пология как бы ДС, я понимаю, но... Великий дух лесов, услышь наши молитвы, проведи нас к той, кому мы доверяли. Выбор пути в минувшие дни. Получается, их намного больше, этих духов-то, валяется-то. Как я мог такую статую не завить огромную? Летел в прошлый раз, когда бы летели сразу в Урзу отсюда. Нью-хрид, а не увидят. Вот. Нам теперь вот сюда. Вот- anger. Вот-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут-ут. Так. я ехал с южных островов это первая запись сказаний моего народа и уже сказали бы его народа наши землю у города урзы были разрушены в день когда раскололся мир наверное это связано с окончанием великой войны с оном я собрал выживших которые строили лагерь на островах плавающих нели с помощью летающих камней я смог добраться до земли богов я надеялся найти там ответы я позвал животных духов но мне так никто не ответил перед уходом я заметил что болезнь овладела деревом на нем появились черные камни нужно предупредить стальные кланы и здесь это должен быть лис вот это самое возвращайся ехал этот путь не для тебя а это лис сказал это вот это ехал да а еще говоришь я думал это лиса зовут ехала это оказывается наоборот только сейчас понял слушать право откровение с откровением на откровение поливая так идете к маяку и войдем сразу к старику вот вот тут должен проходит детишек минуем мы сам с вами уже с ним говорили и вот тут там и с вами это проверю убит пока хочу убедиться что стрекали здесь но если там нету то знаете он там есть и потому что сохранение у меня сохранилась я могу использовать старик ты тут да все он здесь уже прекрасно что ребят надеюсь что вам понравилось сегодняшнее прохождение ставим лайки пишем комментарии подписываемся на канал и приношу свои извинения еще раз зависит от всего который сейчас происходит поскольку я не знаю что происходит не с программой не жестким диском но точно не пойдем с игрой игра будет прекрасно игра работает адекватно ничего не подписать все прекрасно проблема чисто сейчас программ там записи а наш программ трансляции посмотрим что то есть еще этого выйдет посмотрим что там будет пока что буду рад вашим комментариям отрицательное положительно это уже на ваш вкус лайки дизлайки и ставьте помогает все таки какой-то продвигать канал показывать качество что вам нравится что мне нравится обратная связь она очень важна с вами был резко брал точек до скорости на встрече всем пока удачи увидимся и помните про лайфхак сохранения мира не забывайте это святое спасибо спасибо Продолжение следует...